Североказахстанцы попали в топ-100 лучших студентов республики. Эти ребята – учащиеся в колледже региона. Люди спортивные, творческие, с активной жизненной позицией. С победой их поздравили педагоги и специалисты управления образования. Конкурсанты, в свою очередь, поделились планами на будущее. Агири Муханова расскажет подробнее. Более 12 лет занятий фехтованием, активное участие в жизни родного колледжа. Дали свои плоды для Дениса Анацко. Студент учится на слесаре в машиностроительном колледже. Принять участие в конкурсе предложили преподаватели. По итогам голосования он набрал более 400 голосов. Признается, был приятно удивлен тому, что смог стать одним из лучших. Мы просто позвонили, сказали, ты попал в топ-100. А я как раз был на соревновании. Там я выиграл. Мне позвонили, поздравляют. А я думал, что меня поздравляют, что первое занял. Меня, оказывается, поздравляли, что в топ-100 попал. И вот. Я удивился сильно. В списке топ еще одна североказахстанка. Алмагуль Тастанова. За нее проголосовали почти 650 человек. Девушка отличается своей активной жизненной позицией, любит сочинять стихи. Новый титул для нее много значит и вдохновляет на большие достижения. В будущем для меня важнее всего определиться в профессии, в которой я смогу постоянно саморазвиваться и достигать новых высот. А также хочу внести вклад в развитие нашей страны. Поддержать талантливых и активных. Главная цель проекта – топ-100 лучших студентов колледжей республики. Свои заявки на участие в нем подали 350 ребят со всего Казахстана. 14 из них – североказахстанцы, трое из которых попали в список лучших. В течение 2019 года большое внимание уделялось со стороны Министерства образования и организации ТИПО. На сегодняшний день уже определены и профинансированы 9 колледжей, которые будут работать в рамках программы «ЖАЗ МОМА». Что это даст? Это будет направлена программа на модернизацию организации ТИПО. Победителями участникам конкурса вручили значки и грамоты. Айгири Муканова, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.